Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад вас в очередной раз приветствовать. У нас сегодня очередная передача в рамках авторской программы «Профессор доступно о важном». Наша задача состоит в том, чтобы, встречаясь с профессорами, с учетами по разным направлениям науки, смотреть, как реализуются на практике те или другие научные выводы, каковы эффекты от тех или иных научных исследований. Меня зовут Ким Кимен Александр Николаевич, я профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета, и сегодня у нас тема «Актуальные аспекты развития здравоохранения и формирования здорового образа жизни». И мы пригласили в нашу студию очень уважаемого человека, человека, которого многие знают, это Пальмира Георгиевна Петрова, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха-Якутия, заслуженный деятель науки Республики, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего образования Российской Федерации. Пальмира Георгиевна, рад вас приветствовать, видеть. Ну, начнем наш разговор с того, вот я всегда стараюсь дать такое понятие для наших телезрителей и радиослушателей, что учеными не становится просто так или сразу, да. А это действительно такой большой рутинный труд. А с другой стороны, это простые люди, которые в силу тех или иных обстоятельств, благодаря своим педагогам, наставникам, да, благодаря своей трудоспособности достигают этих высот. И не зря, наверное, в Республике этот год обозначен как год труда решением нашего Илдархана Айсена Сергеевича Николаева, а в Российской Федерации год педагога и наставника решением нашего общенационального лидера Владимира Владимировича Путина. Вот вы соответствуете всем этим критериям, но я думаю, что ваша судьба тоже людей интересует. Давайте начнем с детства. Где вы родились, где учились? Ну, во-первых, спасибо большое, Александр Николаевич, что вы меня пригласили. Мне это доставляет огромное удовольствие. Я хочу с большим удовольствием общаться с народом. И вот сегодня добрый день, дорогие радиослушатели, наши телезрители. Вот насколько возможно, я постараюсь вам рассказать о своей работе. Ну, касаясь моего детства, я всегда говорю, я человек послевоенных лет. Фактически я родилась к концу войны и в школу первый раз пошла в 50-м году. Это годы, конечно, были самые сложные для нашей страны, но, наверное, это были годы самые счастливые, нам казалось. Потому что рядом были родители, а детям еще что надо. Уже проблемы войны не было, играли в войнушку, смотрели фильмы про войну и старались соответствовать вот тем героям, которых мы видели в кинофильмах, читали в книгах. Родилась я вообще совсем на севере. Это на берегу Ледовитого океана, это в Усьянском районе, там было село Когастах. На самом деле это даже не село, а это, видимо, рыбачий артель, куда привезли переселенцев из Литвы. И вот после, значит, я через 60 лет, когда туда приехала, там даже ни одного дома не было. Там осталось единственный маленький домик, это называется больничка с этим железной печкой. Видимо, там я и родилась. И больше ни одного там строительного к чего-то не было. Потому что люди в основном жили в землянках, так даже там леса не было, тайга же, тундра, какая-то тайга, тундра сплошная. И поэтому переселенцы в основном, они говорят, вот в землянках жили условия. И были вот рыбаки, которые вот занимались рыбачеством. Так что... Ну вот когда к вам пришла в голову идея стать врачом, с чем это связано? Ну, я скажу, что это связано с моими родителями. Вообще, я хочу сказать в этом плане, я, видимо, везучий человек. У меня, во-первых, повезло с родителями. Мне повезло крупно с моими учителями. Значит, у меня отец фельдшер, который до войны еще окончил якутскую фельдшерскую школу. Мама, акушерка, они учились вместе. И вот до войны в 40-м году их направили туда, на север, в Устьянский район. И фактически там их застала война. Естественно, их никуда уже больше не отправляли. И они вот до 46-го года жили там. И вот работали в основном, конечно, с населением и с этими переселенцами. И мечта моего отца была всю жизнь – это стать врачом. Но, естественно, эта мечта у него не получилась. После войны там уже совсем другие проблемы возникли. Дети пошли. И они, когда вернулись в свой район, Верхневилюйский район, папа оттуда, то фактически там даже медицина была в очень тяжелом положении. Там даже фельдшерско-аккушерских пунктов-то было там один только, насколько я помню, в Долыре. Ну и потом вот его отправляли по участкам через каждые 2-3 года, значит, там устанавливать вот эти фельдшерско-аккушерские пункты. И вот я вот эту жизнь помню с детства. И вообще я ничего другого не видела. И мне казалось, что в жизни я должна быть только медиком. А он меня ориентировал очень на врача. Потому что, ну, у него пятеро детей было. Но почему-то он вот на меня оставил свое в это решение. И вот сколько я помню, он все время говорит, вот это моя дочь, которая станет врачом. Вот так я и фактически, видимо, вошла в медицину. А в целом я очень благодарна Верхневилюйской средней школе. В этой школе у нас были прекрасные учителя. Мы вообще-то учились в якутских классах. Поскольку я по всем этим участкам со своими родителями ездила. Пошла в 50-м году в нулевой класс. А этот нулевой класс, фактически, Верхневилюйский, это село Карбалах, откуда и Сидор-Бараха. Вот там я, значит, два года проучилась. Потом отца отправили уже в Дюльюкю. Там я еще два года проучилась. То есть вот так по всем наслегам. И, естественно, там якутские школы. А потом только в пятом классе я попала в район, центральный Верхневилюйский район. Ну, там у нас учителя такие были у меня, например, я горжусь всегда. Михаил Андреевич Алексеев меня по физике учил. Тогда еще у него математического не было. Он еще не был даже гражданином. Потому что у него этих прав еще не было. Он после вот того плена и так далее. Учителя были прекрасные. В основном это молодые учительницы, которые приехали из центров. И вот, конечно, они очень много в нас вложили. Я, например, очень благодарна. Наша классная руководитель здесь живет. Ей 95 лет в этом году исполнилось. Зоя Андреевна Золотарева. Мы с ней общаемся. Все вот одноклассники, одноклассницы. Сколько нас осталось. Вот мы настолько благодарны своим учителям. Потом у вас студенческая жизнь началась. Потом началась студенческая жизнь. Я поступила сразу в наш медицинский факультет. Это в 61-м году. То есть в 57-м году открыли отделение, потом факультет. И вот я как бы пятый набор. В то время, конечно, в основном принимали с практики, с производства. В основном с нами учились фельдшера, медсестры. Довольно с большим опытом. Вот я вам расскажу, вы не поверите. Со мной поступил из Верхневилюйска фельдшер. Он где-то на 1-2 года был младше моего отца. И ему уже за 35 было. И юридически тогда же принимали до 35 лет. Но у него такое огромное желание было. Его приняли. Но я думаю, конечно, ему сложности были большие, поскольку физику, химию, как таково, они же не проходили. И вот мне дали сразу поручение. Раз вы из Верхневилюйска, вот, пожалуйста, будьте любезны, занимайтесь с Яковом Петровичем. И вот два первых курса. И за дня в день, каждый день я с ним занималась по нашим дисциплинам. Ну, конечно, это мне, видимо, крупно тоже повезло. Я вынуждена была заниматься в кино. Он меня не пускал. Я иногда, вот, хочется же в кино. Думаю, как мне ему сказать, что я хочу в кино? Никакой. Он сразу по лицу замечает. Сразу настроение у него портится. Мы еще там химию не доделали. Там чего-то еще не доделали. Ну, думаю, все, кино пропало. Но ответственный был человек. Вот смотрите, вы принесли целый ряд своих книг. Они в целом направлены на вопросы экологии, адаптации. И укрепление здоровья. Даже у вас есть пособие «Исцеляем себя сами». Есть книга про вашего отца. Пожалуйста, расскажите, вот, вообще, вот, как путь в науку и из чего у вас состоял. Ну, конечно, вот, когда поступаешь, есть мечты, но никто не мечтает там стать ученым, например, да. У меня мечта была стать хорошим хирургом. Вот мне казалось, что это самая такая благодарная работа. Я бы исцелила всех сразу. И, в общем, одно счастье какое-то, да. Но я думаю так, наши преподаватели. Тогда нас обучали в основном приезжие. Да, конечно. Преподаватели. Причем они были все довольно пенсионного возраста. Видимо, сюда они приезжали там дорабатывать что-то. И фактически через каждые 3-4 года они уезжали. И фактически у нас своих кадров-то не было. У нас практические врачи были. То есть, в практическую часть на старших курсах там такой сложной проблемы с преподавателями не было. А вот там, где фундаментальная медицина, где теоретические дисциплины, там фактически вообще ни одного подготовленного преподавателя из, ну, из, скажем, народа Саха, практически не было. И поэтому, мне кажется, вот наши преподаватели присматривались. И где-то на пятом курсе меня уже вызвали. И сразу сказали, что мы вас готовим поступать в аспирантуру. Сразу. Сразу. Чтобы были свои собственные кадры. Да, потому что они, видимо, видели вот с этим Яковом Петровичем. У вас получается неплохо. Неплохо, как бы мы это все самые сложные периоды прошли. Но они увидели, видимо, и мне вот сразу так предложили. И вот по окончании 67-м году нас четыре человека, два выпускника с нашего, а еще двое. Первый выпуск. Это Колодезникова Елена Дмитриевна Игоря. Да, супруга. И Батулу Ануфрий Давыдович, тоже вот саха из Красноярска первый. Вот мы поехали, нас отправили в первый московский медицинский. Ну и сразу теоретические науки. И честно говоря, фундаментальные такие науки. Я вообще не планировала когда-то стать преподавателем. Поэтому я даже поехала и думала, в душе вдруг бы нас это не приняли. Мы бы вернулись с такой честной, спокойной совестью, что мы все, что могли, сделали, но у нас не получилось. Но нас приняли. Ну раз приняли, мы уже, конечно, со всей ответственностью занимались. И за три года завершили научные свои работы. И вышли на защиту. И вышли на защиту. Замечательно. И сразу приехали сюда преподавать. Ну, я вот должен сказать, что вы внесли огромный вклад в развитие медицинского образования. Вы стояли у истоков создания медицинского института. Вот расскажите, пожалуйста, вот уровень подготовки медицинских кадров в нашей республике. Насколько он отвечает требованиям дня? И кем бы вы из своих выпускников могли сегодня гордиться? Я знаю, что их тысячи. Их много. Ну, я, во-первых, что хочу сказать, что иногда есть в народе вот такой разговор. Эти у нас университет слабый, врачи плохие. В принципе, я считаю, что это просто вот кажется так. Мы же всегда себя мало ценим. Нам всегда кажется, что остальные намного там лучше, качественнее. Я не от того, что сама там работала, вот это говорю. Но ведь фактически вот на сегодня наш медицинский институт входит по России, вот как вуз с медицинского образования, в первую лучшую пятерку. Вот это может показаться кому-то, ну, как бы, можно не поверить даже, но по рейтингу очень высокий рейтинг выпускников. И вот даже последний пример приведу. На днях наши студенты участвовали в Всероссийской олимпиаде по физиологии. Это фундаментальная, серьезная дисциплина. Это было во Владивостоке. Там были первые московские, вторые московские именитые, санкт-петербургские студенты были. И вы знаете, наши занялись первое место. Молодцы, ребята. Просто молодцы. Давайте их поздравим. Мы так счастливы. Во-первых, это наша кафедра. Конечно. И всегда очень сложно ведь идти. И вот это даже говорит, что они на уровне. Подготовка у нас, конечно, на уровне, безусловно. На днях буквально одной моей знакомой из Чуропчи нужна была пересадка печени. Она очень тяжелая, у нее цирроз печени. Родной племянник согласился дать свой орган. И вы думаете, из Москвы кто приехал делать эту пересадку? Наш выпускник Амосов. Вот приехал на день, оперировал, отдохнул, на второй день уехал. И удачно все прошло? Ну, пока все удачно, мы скажем. Удорно. То есть у нас много, кстати, наших выпускников, которые работают в центральных институтах Москвы, Санкт-Петербурга. То есть они востребованы как специалисты. Сначала они уезжают туда, в ординатуру, им рекомендуют аспирантуры. После аспирантуры они видят, они же трудоспособные очень люди. И им предлагают, и профессора около себя держат. Они их не боятся, что они их, скажем, их место займут и так далее. Это честно работающие, порядочные люди. И очень благодарные люди. И их с удовольствием поддерживают. Ну, вот пример Станислава Жиркова. Жирков Станислав тоже же ваш выпускник. Да, тоже мой ученик. И сейчас генеральный директор. Да, он генеральный директор. Имени Михаила Федоровича Николаевича. Да, министр наш. Это же наша выпускница. Первые годы в основном же министрами были или приезжие, или те, кто обучались в каких-то центральных вузах. А последние годы, вот начиная с Прокопья Николаевича Яковлева, мой однокурсник. Да, я знаю. Ведь в основном же фактически это наши выпускники. Вячеслав Лаврентьевич, Егоров Борис Афанасьевич. Все это наши дети. Замечательно. Вот Горохов, который вот был. Территориальный фонд. Территориальный фонд, он же тоже министром был, тоже. И отец у него врач. Да, фактически, конечно, это значит показывать их достаточно высокий уровень. И я еще вот всегда горжусь тем, вот когда вводили медцентр, ведь ни одного человека со стороны не пригласили. Это все были местные врачи. А местные врачи – это фактически наши выпускники. И я, например, очень горжусь этим. Очень горжусь. Да, это замечательно. Но вообще вот из практикующих сегодня врачей, кого бы вы выделили, которые непосредственно стоят за операционным столом? Ну, таких вот стоящих много наших выпускников, конечно. Ну, вот сейчас академик даже, скажем, Винокуров Михаил Михайлович. Он же тоже наш выпускник. Практически прошел всю школу, стал заслуженным врачом Российской Федерации. Стал он сейчас вот академиком нашей академии. Так просто же людей не рекомендует так. Или возьмем Татьяну Яковлевну Николаеву, невролога. Сколько она вложила, сколько она спасла людей. Там не только обязательно всех оперировать, а вы же знаете, неврология. Это сколько она центров создала. Это просто личности. Их сейчас даже действительно так просто их не заменишь. Да, но у нас очень интересный разговор. Но по правилам телевидения там всегда есть такая так называемая рекламная пауза. Я хочу сказать, что у нас в студии помогают режиссеры Ольга Степанова и Николай Дмитриев. Мы продолжим через некоторое время нашу передачу. Еще раз добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. У нас программа «Профессор доступна о важном». И в гостях в студии Пальмира Георгиевна Петрова, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха и Якутия. Ну, у нас очень интересная беседа, Пальмира Георгиевна. Я вот хотел бы сейчас спросить вас, вот как мы работаем с точки зрения проведения профориентационной такой. Я слышал, что у вас есть малая медицинская академия. Может быть, об этом расскажете. Как вообще мы готовим будущих? Да, в принципе, вот это тоже очень хорошая идея. У нас она стала реализоваться еще 30 лет тому назад. В этом году 30-летие. Значит, почему мы вот стали на это обращать внимание? Во-первых, ну, вы знаете, на Медфак всегда бывает очень большой конкурс. Да. И на этом конкурсе, как правило, вот дети из сельской местности, они вот, конечно, баллов достаточно не набирали. И по 5, по 6 лет пытались поступать в медицинский институт. Было такое. Это сейчас можно за деньги даже поступить, в конце концов, да, дополнительно. А в те времена-то такого не было же, да. И поэтому мы решили создать вот эту очень хорошую идею. Она вообще есть по стране, давно существует. Начали подготовить школьников и ориентировать их на свою профессию. И начали мы их готовить, начиная с 9 класса. Значит, с 9, 10, 11 класса. Значит, мы всех брали желающих. Сначала мы это создавали только в городе. Потому что у нас как-то казалось, что это куда-то выезжать довольно сложно. Тогда еще и интернет-то не было такого, чтобы можно было онлайн работать. И поэтому по школам нашим мы стали готовить. И дети приходили. Сначала, правда, бывало очень много в начале, в сентябре. А потом потихонечку как-то там. Оставали самые надежные. Оставали самые, кто на самом деле хотят. И действительно, таким образом, вот я могу сейчас сказать, что где-то за 30 лет мы около полторы тысячи детей подготовили. Но это связано с тем, что мы потом поняли, что все-таки сельские дети у нас остаются вне нашего внимания. И поэтому мы стали создавать филиалы. Мы уже программы создавали, хорошие учебные программы. Начали работать сначала с биологическими классами. Потом в школах начали медицинские классы подбирать. Мы стали с преподавателями этих классов в школах средних работать. И таким образом, у нас филиалы, сначала первым филиалом была, значит, первая школа Нюрбинская. Потом у нас Чуракча, у нас Сыланская школа. Карл Георгиевич у нас. На родине. На родине мы сразу вот оттуда начали. И таким образом, фактически сейчас большая половина улусов, вот средней школы, они охвачены этой работой. И у нас есть программа, мы сейчас можем онлайн, онлайн лекции они слушают, они онлайн занятия проходят у нас. И поэтому в неделю два раза они занимаются. Сейчас мы еще и пятый, и шестый класс ориентируем. Сейчас у нас есть еще направление тех, кто кончили медколледж. У них проблемы тоже по фундаментальным дисциплинам, по химии, по физике. Мы их тоже, они-то уже ориентированные, но им надо набрать соответствующее количество баллов. И вот для того, чтобы они эти набрали, мы их тоже готовим. И мне кажется, вот это Малая Академия очень себя оправдывает. И мы не ставим задачи только к нам поступать. Ну, человек желает, человек подготовился, и он спокойно может поступить и в центральные вузы. Те, кто прошли весь курс, они получают свидетельство. Это свидетельство, например, для поступления к нам делают льготы определенные. Например, если они вдруг по конкурсу не прошли, а хотят на коммерческий, да, скидка 50% от стоимости, предположим. Но это же тоже большое дело, да? Это очень весомое. Очень весомое. И фактически дополнительно баллы за то, что они вот учились. И поэтому, конечно, вот это их очень хорошо ориентирует. И действительно эти дети учатся легко. Да, давайте пожелаем всем слушателям Малой Медицинской Академии, чтобы у них, значит, были знания, они хотели и у них получалось, да, как вы сказали, они не только в наш мединститут поступают, но и в центральные вузы, пусть так будет. Ну вот здоровье человека – это эпицентр вашего практического и научного, так сказать, внимания. Вот как человек должен относиться к себе самому, да, для того, чтобы сохранить своё здоровье, укреплять его? Какие будут ваши практические рекомендации для наших телезрителей и радиослушателей? Спасибо. Ну вот раньше всегда было такое впечатление, что за здоровье отвечают медицинские работники. Но сейчас-то мы уже поняли, мы к медицинским-то работникам приходим, когда у нас проблема возникает. Там уже фактически лечиться надо, и о какой-то там профилактике речи быть не может. И сейчас, конечно, несмотря на то, что, конечно, здоровье – это государство, здоровье человека – это проблема государства. Но, тем не менее, в первую-то очередь здоровье нужно нам самим. А раз нам самим нужно, мы должны сделать так, чтобы мы просто медикам как можно позже попали, чтобы долго были здоровыми. А это во многом зависит от образа жизни. Вот Карл Георгиевич не зря очень много занимался этим вопросом, потому что проблема здоровья, в первую очередь, это проблема самого человека. Если он живет и правильно живет в том плане, что все-таки бережет свое здоровье, то в этом случае, конечно, возникновение тяжелых заболеваний, по крайней мере, отодвигается гораздо далеко. Сейчас же мы вот видим людей в возрасте 70-80, это же сейчас порядки вещей считается. Ну, вот сейчас, например, мне буквально 80 лет, да, и я еще работаю, я даже не представляю, как это я вдруг буду сейчас сидеть. Вы сохранили не только здоровье, но и красоту. Пусть так будет дольше. Да, таким образом, вот, конечно, приходится самим тоже заниматься этой проблемой. То есть это вопрос режима, конечно, чтобы не было вредных привычек. И самое главное, что детей же своих надо ориентировать на это. И, конечно, сейчас вот я очень рада, вот, физическая вот ходьба, вот, она не просто модна стала, она стала уже необходимостью для многих пожилых людей. Я знаю многих людей, которые вот 80 и старше лет в день примерно 10 километров проходят. И это у них уже стало потребностью. И они действительно выглядят очень хорошо. И поэтому я считаю, что, конечно, во многом, вот, и питание, и образ жизни, вот, какой мы проводим, да, быть больше на воздухе. Ведь дача же тоже чем спасает? На даче же двигаешься. И говорят же, жизнь – это движение. И если суставы болят, то уже, если двигаешься, всё-таки суставы, они легче поддаются лечению на фоне вот этого движения. Если ты просто лежать будешь, даже лечение особо эффекта не даст. Поэтому, конечно, вот движение и вот правильный образ. Конечно, для нас довольно большая проблема, ещё проблема сна. Вот с этим, конечно, нам приходится тоже думать много. Какой вот минимум? Ну, некоторые говорят, надо обязательно 8. Некоторые говорят, достаточно 6 часов. Только знать, во сколько ложиться, чтобы это было время. Вообще это индивидуально. Индивидуально. Это очень индивидуально. Я знаю человека, который считает, что 4 часа ему достаточно. Хотя я вначале спорила, говорю, что 4 часа – это мало. Но, тем не менее, вот действительно у каждого свои особенности нервной системы. Кто-то очень быстро засыпает, и поэтому действительно сон такой получается полноценный. А кто-то не очень хорошо засыпает и просыпается много. Тогда действительно и 6, и 7, и 8 часов. Есть такой вот вопрос. Есть такой в народе по закону Пифагора. «После сытого обеда полагается поспать». Да. Вот как вы относитесь к послеобеденному сну? Это вредно или это полезно? Нет, это не вредно. Это, знаете, действительно человек засыпает, потому что это закономерно. Когда вот у нас наполняются наши органы пищеварения, там же фактически всё идёт на то, чтобы кровообращение улучшить этой системы. И в это время действительно головной мозг хочет отдохнуть. И в принципе, вот там же мы не спим 3-4 часа. Да. Минут 15-20. Минут 15-20. Даже этого сна достаточно. И поэтому это закономерно. Вот вы как один из организаторов медицинского образования и в то же время человек, который контактирует непосредственно с людьми, которые работают в системе здравоохранения. Как относитесь к модернизации системы здравоохранения? Какие сегодня идут новации? Какие есть вызовы времени? На что нужно обратить внимание правительству республики? Вот это, конечно, очень большой вопрос, очень сложный вопрос. Под видом модернизации в своё время мы, конечно, я считаю, очень негативны то, что сельское здравоохранение разрушили. И это, конечно, сыграло очень большую роль. Вот сейчас, говорят, не хватает врачей в сельской местности. Несмотря на то, что вот земского врача, там проект включили, да, он же себя на самом деле хорошо не оправдал. Потому что здесь люди, ну, правильно, финансовый, материальный интерес, это всегда у нас есть. И молодые люди хотят встать на ноги, и поэтому действительно по этому проекту многие уезжают. Но это не закрепляет их там. Они отрабатывают определённый срок времени. Если мы хотим закрепить, то мы должны два дела сделать. Первое – это базу лучше, материально-техническую базу, вот сельское здравоохранение. Потому что современный человек-то хочет не отставать от тех достижений, которые есть в том числе и в медицине. А у нас же получается, если ты уехал в сельскую местность, считай, тебя потом даже на работу-то через 10 лет никто в большой, например, стационаре, клинике не возьмёт. Потому что человек по неволе отстаёт, потому что уровень модернизации там очень слабый. И второе – я считаю, что там надо поднять заработную плату. Вот на ту заработную плату, на которую мы предлагаем людям работать, в сельской местности задерживаться не будут. Вот если два вот этих основных вопроса мы решим, то мне кажется, что действительно сельское здравоохранение не будет отставать. У нас сейчас действительно в городах, в центральных центрах, у нас же есть много центров там, медцентр у нас, сейчас онкологический центр, кардиоцентр, ну там современные технологии, и рады и врачи работающие, и рады и пациенты. То есть как бы врач, пациент, вот здесь они работают вместе. Сотрудничают. Сотрудничают уже. И естественный результат гораздо выше, чем в обычных поликлиниках. Ну вот Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, когда он был избран президентом, приступил к своим обязанностям. Первый указ – это совершенство системы здравоохранения. На сегодня вот словосочетание «доступная и качественная медицинская помощь». Что это? Ну, на мой взгляд, доступная и качественная – это в первую очередь, конечно, внедрение высоких технологий. Вот внедрение высоких технологий, конечно, всегда даёт очень хороший эффект. Ну мы даже вот видим, раньше же у нас смертность от сердечно-сосудистой системы была очень высокая. Она была высокая. Сейчас же намного снизилась. Хотя, конечно, всё равно сердечно-сосудистая система занимает там первое место вот в отношении патологий, да, но смертность резко снизилась. Почему? Потому что вот новые технологии внедряются, они же ещё инвазивные, они не такие тяжёлые. И поэтому пациент их легче переносит. И поэтому, на мой взгляд, вот одной из, конечно, проблем является это внедрение новых технологий. Ну, а вторую доступность, вот раз в сельской местности, естественно, мы не можем всё это, то, что есть в медцентре, предположим, в какой-то сельской местности внести. Вот у нас сейчас пошли группы, которые ездят уже по районам. Целые вот сейчас создаются коллективы. Они ездят по наследам, по районам, обследуют, имеют своё оборудование. Там, кстати, ездят очень сильные опытные специалисты. Могут вот в какой-то период, ну, со стационаров туда войти. И вот их помощь, конечно, она очень высокая, мне кажется. Вот мне кажется, это будет более качественно, это будет более доступно. А вот развитие телемедицины. Телемедицина тоже неплохо, кстати, себя оправдывает. Вот на самом деле, там, где есть хороший интернет, там, где есть условия, а нам надо максимально, конечно, постараться все посёлки наши обеспечить интернетом, то интернет тоже очень неплохую роль играет. Вот во многих вот странах, например, мы вот были в Америке, в Канаде, там очень распространённое внедрение вот этой системы. Ну, ещё один вопрос. Вот ВУЗ, насколько он сотрудничает со средними специальными учебными заведениями? Вот у нас Якутский медколледж, Алданский, да, вот Жатайский. Вот есть у вас какой-то... Ну, у нас есть очень хороший контакт с, честно, вот с этим, с медколледжем. Вот очень много поступает выпускников. Сразу к нам поступают. Ну, во-первых, мы даже и условия создали. Они, те, кто с профессиональным образованием, они ЕГЭ не сдают. И поэтому они сдают обычные экзамены. Конечно, это для них очень доступно. И, во-вторых, вот Малая медицинская академия, вот параллельно, у них тоже их выпускники, их студенты у нас занимаются. И поэтому они вот подготовленные уже. И в этом плане, конечно, мы с ними очень хорошо близко сотрудничаем. Ну, замечательно, Пальмир Георгиевна, разрешите вас поблагодарить за такой прекрасный эфир, за ваши советы. Действительно, для каждого человека здоровье – это прежде всего, и в приоритете должно быть. Давайте будем все здоровыми, относиться к своему здоровью врачительно. Как говорят в народе, рубашку снова, а здоровье тоже нужно с молодых лет. Спасибо всем, до свидания. Спасибо.